Всего в первой республиканской спартакиаде ветеранов спорта приняло участие порядка 200 спортсменов. Это мужчина 35 лет и старше, и женщина 30 лет. Учитывая, что это первые подобного рода соревнования в республике, провести их решили в Черкесске. Однако в будущем турнир среди ветеранов возможно будет проходить и в районах Карачаева-Черкесии. Начало есть, а в дальнейшем будем его расширять, биографию, круг соревнований. И будем привлекать большее количество людей к этим соревнованиям спартакиада. Это начало для оздоровления нации. Как говорится, здоровье народа – это богатство страны. Так что здоровье будет, и народ будет богатый, как говорится. Так что за здоровый образ жизни мы боремся и будем продолжать это мероприятие. В программе соревнований 6 дисциплин. Мини-футбол, волейбол, шахматы, дартс, настольный теннис и общая сдача нормативов ГТО. Соревнования по этим видам спорта одновременно в одном зале провести невозможно. А потому задействованы были сразу несколько локаций. Во дворце спорта «Купол» играли в дартс и сдавали ГТО. Диковинная для большинства россиян игра быстро захватила спортсменов. И многие показали вполне неплохие результаты. Я приехала с настроением большим среди ветеранов. Это впервые у нас в Карачаево-Черкесии. Мы очень рады. Уззиутинский район. Мы закрываем почти все виды спорта. Я сама приехала по ГТО, значит, норм ГТО на свой возраст. И дартс. Но дартс у меня первое место. Набрала больше всех очей. В это же время на территории спортивной школы спортивной гимнастики в спор за звание лучшей футбольной команды вступили мужчины. Несмотря на ветеранский статус игроков в плане техники, неуступчивости и желания победить, эти игроки готовы дать фору многим молодым. А некоторым комбинациям могут позавидовать и профессиональные команды. Бег – здоровый образ жизни. Чем больше бегаешь, тем дольше живешь. И игра складывается нормально, как положено. Все по расписанию. Пока мужчины на футбольном поле исполняют стеночки забегания, в спортзале школы номер два женщины оттачивают такие приемы, как подача и блок. Это идет волейбольный матч. Эмоции здесь гораздо ярче. На бумаге фаворитом волейбольного турнира выглядит сборная Черкеска. Она же легко выигрывает и первый матч. Однако соперницы все равно не собираются сдаваться на милость победителям и цепляются за каждую возможность выиграть. Этими соревнованиями я думаю, что все будут довольны. Посмотрим, как в других районах волейбол, на каком уровне. Поиграем, поборемся за победу. В целом, подобные соревнования – это лишний повод напомнить, что физической культурой и спортом можно заниматься в любое время. К тому же ветераны спорта – живой пример для молодежи. Мы не должны забывать про них, так как ветераны спорта практически всю свою жизнь посвятили занятию физической культуры, занятию спортом, пропаганде здорового образа жизни. И они своим примером показывают подрастающему поколению, что несмотря на возраст, несмотря на занятость, спортом можно и нужно заниматься. Спортом, физической культурой вести здоровый образ жизни. И очень часто, даже зная по себе, смотря на старшее поколение, действительно диву даешься, что они в таком возрасте занимаются спортом. И это подстегивает. По итогам соревнований каждый победитель в индивидуальном зачете получил грамоту и кубок. А среди команд первое место заняли спортсмены Черкеска. Остальные команды уже выразили готовность через год попытаться отобрать у сборной республиканской столицы престижный кубок. Эрнест Чуков, Станислав Сушков, Архиз, 24.